Добрый вечер, уважаемые телезрители, в эфире программа «Вечерний зефир». Сегодня мы говорим о дизайне. В непривычном для этого слова контексте говорим мы о дизайне человека. И в гостях у нас Александр Пензенский, сертифицированный гид системы дизайна человека. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Давайте начнем разговор с того, что же такое дизайн человека. Дизайн человека – это уникальная система, это механика, это наука о дифференциации, о индивидуальности и разности всех людей. То есть это наука о том, что показывающая, насколько уникален каждый человек и разный. Это достаточно свежая наука, свежая механика. Она пришла в 80-х годах к нам. И сейчас очень-очень популяризируется, очень-очень популярно. Потому что эта система не просто система знаний, как таковых, просто каких-то обыкновенных знаний. Это прикладные знания. Это знания, которые можно использовать в повседневной жизни и экспериментировать с ними. И поэтому люди, которые приходят в human design, они приходят в свой эксперимент, скажем так. Кстати, хочу напомнить нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 444047. Если у вас появятся вопросы, к нашему гостю звоните, он с удовольствием на них ответит. И вот я хочу спросить, а зачем это нужно? Ведь живут люди спокойно себе и не знают о том, что есть такой дизайн человека. И все у них хорошо вроде бы? Здесь есть такая, скажем, особенность. То, что дизайн человека приходит не ко всем. Он приходит, скажем так, к тем людям, которым он нужен. Ну, как и все остальное. Мы всегда знаем, что вот мне не просто так это в жизнь пришло. То есть дизайн человека помогает людям действительно понять свою истинную природу. Надо понять, кем они являются и кем они не являются. Потому что очень часто общество нас настолько сильно обуславливает, что мы по существу живем не своей жизнью. Да? Гомогенизированной жизнью. Смешанной, скажем так, с обществом. Да? То есть нам говорят, чтобы быть успешным, нужно поступить в институт, нужно делать так-то, так-то условно. Вот. И люди уходят от своей природы и начинают жить из своего ума, не чувствуя действительно свои потребности, которые могут сделать их счастливым. То есть вот это знание помогут сделать каждого человека счастливым, просто банально. И это очень-очень общенно, конечно, я говорю. То есть эта система поможет человеку действительно по жизни найти свою линию жизни, ту, которая для него предназначена, раскрыть максимально свой потенциал в этом теле, в этой жизни. Вот на ваш взгляд мы все в рамках общества, все идем не по своему пути. Или же есть люди, которые вне зависимости от окружающего мира идут своей дорогой, и все действительно хорошо? Да, такие люди есть, но, к сожалению, их очень мало. Люди порой, можно сказать так, что, ну, по мне, это может быть немножко стереотип, это как безумцы. Мы видим этих людей творческих, как безумных людей, которые делают то, что они хотят. И они действительно от этого счастливы. Вот. И вот эта своя дорога, она не для всех, потому что мы, еще раз повторюсь, очень сильно обусловлены обществом. То есть работой, всякими догмами и так далее. В дизайне человека этого, скажем так, нету, да? Можно сказать, что частично дизайн человека немножечко аморальный в этом плане, да? То есть в ней нету, то есть эта система для того, чтобы человек пришел к себе, стал собой прежде всего. Ну, может быть, аморально, конечно, это я перегнул немножечко. Но в плане того, что беспристрастно, скажем так, да? То есть там нет такого, что вот, чтобы быть там кем-то, нужно делать так-то, так-то. Просто надо быть собой. А чтобы быть собой, есть определенные ограничения. Когда мы говорим о дизайне человека, вы употребляете слово «эксперимент». Да. Это ключевое, наверное, слово, потому что дизайн человека – это не просто знания. Это те знания, с которыми можно работать. И прежде всего работать не то, что мне надо тяжело работать над собой, чтобы кем-то стать там или чтобы добиться там осознанности. Нет, это не в этом. Быть наблюдателем прежде всего. То есть, когда человек входит в эту систему, он начинает понимать, что у меня есть моя природа, и есть природа, которая приходит извне и меня обуславливает. То есть есть люди и события, которые на меня влияют. Вот. И когда человек может определить, что действительно его внутренняя, его природа, чем он может оперировать, чем он может доверять, и что не его, что приходящий, тогда он начинает быть осознанным. Когда он начинает видеть, что у него появляются мысли. Ой, мне надо сделать так-то, так-то. Или мне надо пойти купить машину, чтобы стать счастливым. Вот. Когда он начинает понимать, что это все идет из ума, а не его внутренние желания. Или, например, мне надо устроиться на дорогостоящую работу высокооплачиваемую, чтобы стать успешным или счастливым. Да. Человек это получает, и он не становится счастливым. Он не понимает, почему. А потому что это не его. Это в его голове обуславливается все. В общем, дело. И так как же найти самого себя? Вот, может быть, на вашем примере, да? Вот что вас привело к дизайну человека? Ну, я пример, может быть, и хороший, конечно, но я еще нахожусь на пути. Я в эксперименте в этом, экспериментирую с этой системой только три с лишним года, да? То есть для полного эксперимента прохождения это нужно цикл пройти около семи лет, потому что за семь лет полностью обновляются все клетки. И у многих уже наступит старость к этому моменту, да? Да, да. То есть вообще, конечно, хьюман дизайн – это для наших детей система. Честно скажу. Чтобы быть собой, начать приходить к себе, надо начать с двух основополагающих вещей, самых важных. Человек может даже не знать про свою природу до конца, да? Это питание и это сон в своей аоре. Вот. То есть питание – очень-очень важный обуславливающий фактор для нас. То есть генетически каждый человек предрасположен к определенному типу питания. Вот я, например, я человек, который предрасположен к теплому типу питания. То есть мое питание выше температуры тела должно быть, термообработанное и с жидкостью обязательно. Вот. Для кого-то спокойное питание, человек, который сидит один, кушает в спокойствии. Для кого-то холодное питание и так далее, и так далее. Это самое важное, потому что чтобы прийти к своей химии, к своей чистоте, к своей вибрации. И потом следующее, это сон. Сон это очень важная основополагающая вещь, потому что во сне мы становимся другими. И когда кто-то спит рядом, он нас обуславливает. И мы просыпаемся. Сон предназначен именно для одного человека. Именно для нас любимых. И мы просыпаемся с той химией после сна, после вкуса, которая именно для нас. Если кто-то рядом спит, он нас обуславливает. И мы уже со своей химией не проснемся. И потом мы начинаем принимать неверные для себя решения. Не знать, что делать дальше. И так далее, и так далее, и так далее. Но это, конечно, я очень-очень общий рассказал. Просто очень сложно рассказать это за сжатый срок. Но вот основное это питание и сон. Про сон понятно, что спать в своей ауре. Это чтобы никто рядом не спал, рядышком. А питание, питание можно узнать, если либо ко мне обратиться, либо к другому кому-то аналитику. Это называется PHS, Primary Health System. В которой по дате времени и месту рождения можно определить тип питания. Но сначала, я так понимаю, что нужно определить, к какому типу ты относишься. И, по-моему, этих типов четыре и есть еще смешанные какие-то, да? Да, да, все верно. То есть, обычно люди, которые заинтересованы, они начинают считать свою карту. То есть, на любом сайте, который вы наберете, в любом поисковой системе, Human Design, расчет карты, на любом сайте можно посчитать карту. И вы определите по типу, к какому генетическому типу относится тот или иной человек. Всего существует четыре типа. Это генераторы, проекторы, манифестеры и рефлекторы. То есть, последний рефлектор – это самый малочисленный тип. Самый многочисленный тип – это генераторы. То есть, я уверен, что… Ну, я генератор, интуитивный генератор 1.3, вот. Что это значит? Вот, подождите. Сколько наговорил. Генератор, да? Это вот, так скажем, первое, да, определение. И потом интуитивный идет. То есть, как это все определяется? И потом еще цифры какие-то. Значит, вот как раз это подтип. Ну, не то, что подтип. Это как бы один из тип генераторов, да? То есть, это люди, у которых вообще карта представляет из себя систему центров и каналов, да? И то, что на карте закрашено, это то, что зафиксировано в человеке в его химии. То, что он имеет постоянную, скажем так, вибрацию в этих центрах. А есть центры, которые неопределены. Эти центры восприимчивы к чужой энергии и к вхозяйшей космической энергии. Соответственно, комбинация этих центров дает определенные типы. Например, генератор, да? Генератор – это тот человек, у которого определен сакральный центр. Например, проектор – это тот человек, у которого не определен сакральный центр. И нету, скажем так, выхода... То есть, и нету манифестирующих каналов, скажем так. Я просто сейчас, может быть, какую-то такую... Говорю сложную информацию. Но смысл в том, что каждый тип отличается по способу принятия решений в жизни. Жизненно важно. Кто-то откликается, кто-то ждет приглашения, кто-то ждет внутреннего голоса, кто-то ждет своего голоса, кто-то ждет для того, чтобы у него была какая-то ясность в эмоциях при принятии решений. И так далее, и так далее. И вот этим типы и отличаются. Кто-то, например, пришел сюда, чтобы влиять на других людей, влиять на события. Кто-то пришел для того, чтобы, например, вдохновлять других людей. Кто-то пришел для того, чтобы творить и получать удовлетворение от того, что делает, например. И там вариаций такое огромное количество, что это можно увидеть только, в общем-то, в карте. То есть все возможные вариации. Вы говорите, что эта система предназначена скорее для наших детей. Да. То есть начинать, получается, лучше в раннем возрасте. Да, и это очень-очень важный момент, потому что у меня есть сынок тоже, и у него он проектор, эмоциональный проектор. И почему для детей, да, потому что мы в своем возрасте, вот мне, допустим, 36 лет, да, и я настолько обусловлен обществом был и сейчас, и у меня до сих пор вот эти шаблоны, из которых действуют, да, из ума я очень часто принимаю решения из ума. Да, я учусь, я наступаю на те же самые грабли, но я учусь, да, учусь чувствовать и слушать свое тело, слушать свой отклик. Вот. А дети, они изначально уже чисты. Вот. И с детьми проще. Вот сынок у меня имеет питание, например, один ингредиент за один раз. То есть он скушал грушу, подождал чуть-чуть, скушал морковку, подождал чуть-чуть, скушал там, например, все, что состоит из одного ингредиента. И он с детства начинал это кушать. Но мы же говорим, нет, надо кушать первое, надо кушать суп, надо кушать это, нужно кушать это. И мы прививаем к нему привычку кушать не ту пищу, которая по-генетически для него, как мы это называем условно пища охотника. Вот. И сейчас что? Сейчас я пытаюсь обратно это все переделать, а все. То есть теперь я его отпустил, чтобы он сам к этому пришел. Вот. И то же самое у меня. Я к своему питанию шел, ну, как бы, больше года. Я пришел к теплому питанию, и я чувствую, чувствую просто вот, насколько я стал по-другому все воспринять. Просто даже от питания. Я не говорю о том, что я, как бы, в своей ауре стараюсь спать уже достаточно много лет. А вот в системе, в дизайне человека, есть ли какие-то в основе науки, практики? Конечно. Вот что-то вы увидели здесь? Да. Вообще система дизайна человека – это симбиот из нескольких, скажем так, систем, которые уже давно-давно существовали. Вот. Если мы с точки зрения прикладной науки возьмем, да, это генетика и биохимия, да. То есть наши как раз вот эти все вороца в центрах, вот эти 64 ворот, это не что иное, как кадоны ДНК. С шестью аминокислотами, все как надо. То есть это все соотносится с генетикой, да. Потом на другой стороне у нас идет астрология, большой кусок, который используется. У нас как раз солнышко, которое по вот этой мандали крутится, оно выходит в определенной созвездии. Да, это астрология. Потом у нас китайский идзин, это древняя система, вот эти 64 кадона, уже давно, человечество уже давно знало, что существует вот эти 64 определенных уникальных, скажем так, набора, которые характеризуют того или иного человека. Вот. И все вот это вот вращаясь в одной куче, ну еще индуистская система чакр у нас идет здесь, и, ну вот это из основного, да. И вот эти канальцы, это иудейская кабала. Вот. И все это вместе сложено и дает вот эту вот реальную уникальность этой механики, да. Ну и практичность, естественно. Какое практическое знание несет дизайн человека? Ну практическое знание, как я уже, может быть, немножечко сказал об этом, это прежде всего, прежде всего осознанность, да. Это тогда, когда человек может проснуться в этом обществе и действительно, я бы так сказал, самое важное, что может дать дизайн человека, это прийти к себе прежде всего. И прийти к тому, что принимать по жизни корректные решения. И выйти на ту линию, это не секрет для каждого, что мы знаем, что каждый человек родился для какой-то определенной своей миссии, да. И вот эта миссия, это как раз заложено в генетике, в нашем этом теле, в нашем транспортном средстве. И это путешествие изначально для человека должно быть самым-самым счастливым. И чтобы оно, вот это путешествие в этом теле было самым счастливым, и это нужно знание. То есть реализовать себя в этом теле, прежде всего, вот. Но путь, он очень неблизкий, да, то есть очень много, как я говорю, питания, сон, во-первых, знание себя, какая стратегия авторитета у человека, стратегия по жизни принимать решения, внутренний авторитет, как ему принимать корректные решения. И чтобы к этому ко всему прийти, нужно вот чуть-чуть глубже окунуться в это. То есть я могу как бы дать рекомендации, как это дальше можно сделать. Мне кажется, в современном обществе достаточно сложно, да, участвовать, пребывать в этом эксперименте. Ведь вокруг нас люди, и мы иногда, когда бывают какие-то ситуации, оказывается, в какой-то ситуации, уже все равно думаем, как нам лучше поступить, чтобы было так-то, так-то, так-то. А это, я так понимаю, противоречит системе эксперимента. Отличный вопрос, отличный комментарий. Это все зависит от обстоятельств, все зависит от ситуации, да. Для некоторых людей склонно думать, то есть у них есть генетическая определенность думать на будущее, проецировать будущее. Если я сделаю так-то, 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 то будет так-то, так-то, так-то. Это может быть на определенных обстоятельствах. Если есть у других людей запрос к этому человеку, хочешь, например, с нами поделиться проекцией на будущее, как ты видишь будущее вот в этой ситуации, он может это сделать, и он может стать внешним авторитетом для других людей. Но, когда он начинает из своих мыслей, вот если я сделаю так-то, так-то и будет так-то, так-то, действовать, скорее всего, он попадет в неприятную ситуацию, либо получит какой-то определенный свой опыт. Я не говорю ни в коем случае, что не надо так делать. Обязательно надо так делать. Почему? Чтобы получить опыт в теле. Я сделал так-то, так-то, я теперь знаю, что когда я думаю из этих мыслей и действую, у меня получается не очень. Или я, например, очень часто слышу от людей, а я так и знала, что было так, что-то мне внутри подсказывало, что не надо туда идти. Это из той же серии. А как вы считаете, мысли материальны? Вот ведь существует такое мнение, да, что мысли материальны. Вот как ты думаешь, все это обязательно в той или иной форме происходит в будущем? Я считаю, что да, потому что... Что такое мысли? Мысли – это прежде всего химия. Это химия или можно ее назвать вибрацией, да, которая выходит из нас. И очень часто многие говорят, бывает такая ситуация, что кто-то говорит, а другой человек говорит, а я хотел так же сказать. Еще неизвестно, кого это была мысль. То есть на самом деле это действительно так. Вот. Но очень важно понять, что не стоит из мыслей что-то делать. Вот когда тело хочет это сделать, то другое. Но когда тело это хочет, наша голова начинает говорить, ой, а что будет, а что если так будет? Идти надо в это, идти в этот эксперимент. Вот. Но для того, чтобы идти в этот эксперимент, нужно стать чище. Питание, сон – две основные вещи. Ну вот если же, например, мы все прекрасно понимаем, что себе, наверное, нашему телу далеко не все нужно дозволять, чего оно хочет. Вот. Ну так же иногда хочется поесть побольше, да, и ты поправляешься, и ты толстеешь. Ну для многих это вот такая вот проблема. Вот как быть вот в этой ситуации? Ну вот из этой ситуации очень есть определенные генетические особенности у людей, да. Хочется поесть, нужно посмотреть, почему человеку хочется поесть, да. Есть определенные активации, допустим, в эмоциональном центре, есть ворота 55-й, да. И когда человек, например, он заедает по существу своей эмоции, да, то есть есть такие ситуации, заедает стресс. То есть, опять же, здесь вот степень осознанности очень важна, да, понимать. Человек полнеет не просто так, значит, что-то находится в дисбалансе. Вот. И здесь очень важно понять одну вещь. Правильное, корректное питание – это самое вкусное для человека питание. Вот. То, которое вкусное. И желательно, конечно, чтобы это питание содержало минимальное количество ингредиентов. Минимальное. Я не говорю сейчас про здоровый образ жизни, это совершенно не про это. Нравится человеку мясо – отлично, пусть кушает мясо. Вот. Но вот эти все тортики и так далее, где там по 20-30 ингредиентов, это уводит человека от его химии очень далеко. И он, и когда ему говоришь, что тебе надо откликаться на жизнь, он, да-да, я вроде откликаюсь, но у него настолько засорена его химия, что он, его тело просто не знает, какие корректны для него решения, какие нет. Вот. И я, наверное, ответил на вопрос, да, или… Да. А вот вегетарианство имеет вот к питанию для какого-то типа отношения? Я знаю, что есть люди, например, кто занимается вегетарианством, которые говорят, я не могу вот есть, я вот внутренне чувствую, что я не могу съесть животное. Ну, мое вот личное убеждение, да, что это просто ментальный прессинг самого себя идет. Вот я не могу съесть животное, да, и я же таким же был, я тоже это вегетарианство проходил. Я смотрел, чтобы не было свечужного фермента, сыра животного происхождения, коровка, там все. Я понимаю, да, это все, но если мое тело хочет это, хочет мясо, да, хочет… Я не против вегетарианства, я за, я сам, ну, как бы, очень много лет был вегетарианцем, да, сейчас я позволяю себе немножко мяса. Но я чувствую, что мне нужно мясо. Я чувствую, что я становлюсь немножко неживым без мяса, например, да. Есть люди, у которых есть определенные активации в теле химическом, которым, ну, просто необходимо есть мясо. Вот, и они очень сильно ментально обусловлены, нет, живой организм и так далее. Да, я согласен, но если станет легче, может быть, просто там про себя сказать, там, попросить прощения коровке, там, и так далее. Да, это, ну, это жизнь, это есть определенные животные, которые во всем должны быть меры. Если это чрезмерно, как, вот, допустим, многие фастфуды, где производство вот этих котлет просто на такой огромный уровень произошло, конечно, тогда это переизбыток уже. А время нашего эфира так быстро подошло к концу. Жалко. Спасибо вам за интересные беседы и за то, что пришли к нам сегодня в гости. Благодарю, мне очень понравилось. Спасибо.